В Магадане сгорела строительная база на улице Гагарина. А вот когда вчера Путин вещал в эфире, да, лента сгорела в Челябинске. Так, в Усолье-Сибирском тоже торговый центр горел. Очень много горит каждый день в торговых центрах. То есть это все меньше стали эвакуировать в связи с тем, что там якобы заминировано. И интересно, в Белоруссии, в Витебске электроподстанция сгорела. Информации мало, но такое ощущение, что там начали белорусские партизаны действовать. Потому что, ну, по одной такой отработанной схеме, в общем-то, она уже опробована миллион раз. Поэтому, не знаю, посмотрим. В Ярославле сгорел автосервис. В Кургане сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Офисное здание сгорело. Его крыша 300 квадратных метров. Ну, красиво, что я могу сказать. В Бурятии произошел пожар в котельной детского сада. Странная ситуация. Вторая подряд котельная в детском саду сгорает. Ну, мы информации особо не обладаем. Да, то есть, может быть, это котельная, которая и детский сад, так сказать, обслуживает. Она, может быть, обслуживает всю территорию, а просто стоит на территории детского сада. Потому что, ну, большая котельная достаточно. И не знаю. Ну, мы детишек не трогаем, это точно. И я еще раз хочу ко всем партизанам обратиться. То есть, принцип «только без жертв» мы никак не отменяем. То есть, если какие-то вдруг силы и мысли происходят, поджоги, пожары и так далее, то, чтобы люди не пострадали, это самое главное. Не только люди, но и животные. Люди, животные страдать не должны. Должны нелюди страдать, путинские. Если это вдруг случилось там с созданием ФСБ, то там нас не интересует количество жертв среди нелюдей. Абсолютно не интересует. В Махачкале недовольные перебоем электроэнергии перекрыли дороги. Видите, как хорошо. Любишь медок, люби холодок. Вот эта операция «люби холодок» очень хорошая. Я так понимаю, что наши, так сказать, товарищи, будем называть, но не представители арт-подготовки, а представители другого движения, да, мусульманского, они проводят там акции в Дагестане. И несколько трансформаторов грохнулось, линии оборваны электропередач. То есть кто-то говорит, что там из-за ветра, сильного и резкого падения температур, произошел обрыв. Критики никакой. Это не выдерживает. Там всегда в Дагестане ветер и всегда низкие температуры зимой. Но, тем не менее, видите, мы же видели, что сгорело подряд 11 трансформаторных крупных, трансформаторных подстанций. Ну что же, они сами по себе сгорели, и они от ветра сгорели. Конечно, правды мы не дождемся, но, судя по отрывочной информации, мы знаем, что, конечно, это диверсия, безусловно. И нужно так раскачивать людей. Видите, они уже вышли, они уже что-то требуют. И пока у них тепло, и светло, и все такое, они никуда не пойдут. А когда у них нет воды, завид канализации, нет тепла. А еще Путин не ответил. Когда они бросились в ноги и сказали, Путин, помоги, а он не ответил. Ну и классно. Вячеслав, не надо же еще лесопилки и в газинострадах. Простые люди, они будут вас поддерживать, а вы изненавидят. Мне вообще безразлично, как они отнесутся ко мне. Они возненавидят или поддерживают. Мне главное, чтобы рухнул путинский режим. Прежде всего, возненавидят они Путин и его режим. Понимаете? Это главное. Нам нужно сейчас действовать. Каким образом мы действуем? Да? Ну, ударяем по путинской экономике. Это самое правильное действие. И таким образом формируем систему партизанскую. Поэтому, партизан, не жгите животных и животных. Жгите животных. Ну, имеется в виду путинских чертей этих. Кибермыслитель. Здравия, поджоги, фермы, зоопарков делают, чтобы раздуть медийный скандал, обвинить нас, да, в повод для запретов политубежищек. С традицией скоро перейдут на человеческие жертвы. Это мое предположение. Да, я вполне допускаю. Да, есть ли душа у материи, есть ли душа у живых, есть ли душа у роботов, чем отличаемся мы? Это очень такой серьезный вопрос. То есть душа, вероятнее всего, это программа. Душа, вероятнее всего, это программа, в нашем понимании. Да, есть ли программа у материи? Наверное, есть. Есть ли программа у живых, есть, да и у роботов наверняка программа есть. Не только те, которые мы вложили, но если они часть этого виртуального мира, значит, там есть программа, есть программа у горы, у вулкана, отдельная программа и общая программа. Все же это в рамках общей программы. Это же прописывается, какой-то исходный код, как это делается, я же не знаю, я не программист, да. Да, но предполагаю, ничем мы отличаемся, мы ничем не отличаемся, я думаю. Я думаю, мы ничем не отличаемся, мы хотим отличаться, но ничем не отличаемся. Мы просто часть этой общей системы, и все. То есть некий такой хвостик, да. Я вполне допускаю, что все это писалось ради нас, чтобы мы там как-то развивались, действовали в рамках тех законов, которые прописаны, да. То есть представьте себе, если бы этот мир был случайным, разве были бы закономерности? Какие могут быть закономерности в случайности? Нет. То есть мир искусственный, потому что есть определенные законы, которые мы не можем перепрыгнуть, они нас засовывают в рамки. Поэтому это вот Кант нравственным законом пытался доказать бытие Господне. Как раз не нравственные, а законы естественные доказывают, что есть создатель. Раз созданы определенные законы, все развивается по спирали, да, на каждом новом уровне все повторяется. Это вполне соответствует уровням игры, да, компьютер. Так, так что тут вряд ли мы чем-то отличаемся. Спасибо за хороший вопрос. Вот, отличную идею мне пересылают, да, от одного из наших соратников. Под взрывы петар с хлопушкой трезв бенгальских огней никто не обратит внимания на работу партизан. Никто до 3 января не хватится, куда пропал тот или иной забухавший чекист или забухавший региональный замминистра, к примеру. Ну, и так далее. Ну, еще от себя хочу сказать, что новогодние праздники – это самое прекрасное время для экспроприации, но не нашими силами, да, это для Робин Гудов. То есть те, которые привыкли работать с наездами. Так что, если у вас есть знакомые Робин Гуды, передавайте им привет и порекомендуйте как раз в новогоднюю ночь бомбить всякого рода там рублевки и прочее. То есть там собирается масса небедного народа, который можно, в отношении которого проводить операцию Котовский, да. И помните, как Котовский заходил на такие мероприятия и со всех собирал, всех что угодно. Ну, или карту, помните, одни из последних кадров из фильма, когда он там наезжает на замок, где там все бухают, отдыхают и радуются, что его поймали. А он освободился их скурить. Субтитры создавал DimaTorzok